Так, ну что, приступаем к линогравюре. Как раз я заточила инструмент. Использовать буду такой склеенный линолеум. Вообще он должен быть толстенький, но так как у меня линолеум тонкий, я просто склеила два кусочка и получился, в общем-то, достаточно такой хороший кусочек. Вот я распечатала под размер свой логотип. Его и будем делать. Но единственное, что я не учла, что его нужно было делать зеркальным. Я про это забыла, но мы сейчас это исправим. Сейчас я покажу как. Единственное, что не очень хорошо видно, потому что темная подложка хорошо, чтобы она была сверху. С этим справились. Теперь берем резцы и всячески пытаемся выбрать то, что нам не нужно. Редактор субтитров А.Семкин нарезать. Теперь надо нанести краску. Краски по ткани у меня не оказалось, кроме вот такой пи-бео эффект замши. Попробую ее. Еще у меня есть вот такая вот акриловая декола флуоресцентная. И также есть краски для кожи. Я сейчас нанесу их и посмотрим, как будут после стирки себя вести. Вот, теперь я буду знать, где вверх и вниз. И с помощью губки, такими промакивающими движениями, я нанесу на наше тиснение. Достаточно жирненько я сейчас так вот нанесла. Пока это все не высохло, надо быстренько печатать, прицеливаемся. Наверное, надо чем-то постукать. Так. Ну, посмотрим пока так. Теперь давайте попробуем. Так, пока краска не высохла, быстренько шлепаем. Не очень хорошо, когда много краски. Тогда остаются такие бортики. Это не есть хорошо. В следующий раз учтем. Теперь давайте попробуем краску для кожи. Вот здесь отчетливо видно, что я залезла на фон. Поэтому в этих местах ненужная красочка. Которую, конечно, уже никак не убрать. Так, ну вот, что у меня получилось. Что могу сказать. Флюоресцентная краска прошла насквозь. Это хорошо. Значит, она проникла в волокна. Краска для кожи, в принципе, тоже неплохо. И сейчас я оставлю до завтра это. А завтра уже постираю в машинке и буду смотреть, как вообще краска идет отваливаться, не отваливаться. Там, где бархат есть, так блестки тоже, в принципе, хорошо смотрятся. Посмотрим. Значит, это высохнет. Надо будет постирать и посмотреть, как вообще. Ну и, конечно же, надо прикупить именно краски для ткани. Что касаемо самого штампа, я поняла, что нужно делать глубже, чтобы не было вот таких вот точечек случайных, когда краска попадает на фон. Поэтому я даже не знаю, может быть, ну, нужно, явно нужно толще брать линолеум. Буду где-то искать. Вот, а в целом мне понравилась эта техника. Надо будет ее куда-нибудь применить. Такое маленькое еще включение. Вот что у меня получилось еще. Вырезала такой кленовый листочек. Надо немножко еще подработать линии, будет потоньше хочется. Особенно вот внутренняя. Краска хорошая. От пальцев не могу отмыть, хотя руки мыло уже несколько раз. Вот для кожи краска. Хорошо ложится. Вот. И еще хотела сказать, что теперь в видео буду в описании указывать ссылочки, кого считаю нужным, кого я смотрю и, может быть, вам будет интересно. Теперь уж точно пока. Всем хорошего вечера и хорошего настроения.